Ребята, всем привет! Я решила снять еще один бесконечная моя домашняя жизнь, которую я обожаю. Единственное, что я не очень люблю, сейчас я вас удивлю, убираться. Точнее, люблю убираться, потому что становится чисто, но при этом я понимаю, что я трачу очень много на это времени. Кажется, сосед снова орет. Обожаю его. У нас дома срач. И сейчас я буду этот срач превращать в чистоту. Я начну с одной комнаты. Я думаю, что буду делать так. Убираю одну комнату, консервирую ее. Убираю другую комнату, консервирую ее. Короче, вот так. Начнем со спальни, потому что здесь надо поменять постельное белье, постирать его. Новое постелить, разумеется. Отпарить. Как же сосед наш орет, я в шоке. Протереть пыль, помыть полы. Вам наверняка интересно, как дела с моей кожей. Не очень. Короче, все было норм. Даже очень норм. Я думаю, что вот эти прыщи, которые у меня сейчас есть, это вот конкретно от питания или еще чего-то. Потому что вчера у меня вообще была нормальная кожа. Точнее, позавчера у меня была хорошая кожа. Потом что-то выскочило. Я подумала, начала все это давить. А теперь у меня рог. Как же орет наш сосед. Я в шоке с него. Просто в шоке. Сегодня нет никаких планов. Точнее, у меня сегодня были планы как раз-таки убраться дома и скупать собаку. Разобраться с Россетями. Если вы смотрели влог с дачи, мы туда ездили. Мы ездили туда не просто так, но для того, чтобы решить всякие моменты. Потому что нам поставили новый счетчик, но не оставили на него акт. Документ. Сосед орет. Опять? Да. Да, мне интересно. Короче, там происходит какая-то жесть. Я вам уже рассказывала. Короче, ездили мы на дачу, чтобы разобраться со всякими делами, с этими счетчиками. Ну, в общем, сегодня я выяснила, как можно разобраться с этой проблемой. Нам нужно будет во вторник поехать на дачу. В среду пойти по определенному адресу, который мне сегодня по телефону сообщили. Вот. И там я смогу получить акт. Потом поехать в Мосэнерго. Зарегистрировать новый счетчик. И тогда все должно наладиться. Да, Вилочка? Самое обидное, что, скорее всего, его не зарегистрируют быстро и должно будет пройти какое-то время. И мне, конечно, бы не очень хотелось, чтобы там вышло за электричество какие-то бешеные деньги. Надеюсь, что они успеют все это сделать, и мы успеем передать показания счетчика, которые явно выйдут по денюжке намного меньше, чем они там нарисуют. Короче говоря, ладно, сосед не перестает ораться. Он, конечно, очень интересно орет. И заставляет меня отвлекаться. Потому что мне интересно, что же там такое. Итак, пока не очень поздно, я могу пылесосить. Сейчас где-то 7 часов вечера. Да, я так поздно начинаю убираться. Но посмотрим, сколько всего я успею за сегодня. На самом деле, если бы я не отвлекалась очень много, я очень много отвлекаюсь на всякие тупые видео в Инстаграме, в ТикТоке. Все из-за плохого режима. Что я, типа, вроде как и как овощ, а вроде как и сил у меня полно. Так что первым делом снять растение-мелье. Я сейчас включу себе, наверное, какое-нибудь мужское-женское. Ну, что-нибудь на фон и буду убирать. Мужское-женское. Мужское-женское. Матер. Мужское-женское. 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 Масло сновоем. Продолжение следует... 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 Ну, по крайней мере, конечно, у всех разные духовки, но у меня как бы этого времени вполне достаточно, чтобы она идеально приготовилась. И теперь можно заниматься чем угодно. Можно заниматься рисом или уборкой 40 минут. Вот такая рыбка у нас получилась с рисом, так что сейчас покушаем и буду дальше убираться. Так, теперь будем убираться в этой комнате. Пока я с вами не виделась с кем-то, я с дедушкой говорила по телефону, я что-то ей делала. Я протерла пыль тут везде. Обожаю, когда здесь все чистенько, прям сразу хочется работать, работать. Вообще мне очень хочется быть активной и подвижной, но как быть, если встаешь очень поздно, что с этим сделать? Вот, провела стирочки две, даже три уже сейчас надо будет повесить. Бельишко. Тут, в принципе, разбирать нечего. Тут стоит то, что куда-то там не пригодилось. Там у меня есть вещи из шоурума, которые мне никак не поменяют на размер побольше. И очень грущу. Но я их специально не ношу, чтобы, если что, их поменять. Вот. Здесь у меня тоже подарочки, что-то неразобранное, сумочки от Майкл Корс, которые я вам, кстати, как-то показывала. У меня пока даже не было возможности их куда-то надеть. И в шкафу еще не разбиралась, чтобы место было для сумок найти. Коробки от Иконики. Не знаю, что делать. Я обычно вообще сохраняю коробки, потому что обувь намного удобнее мне хранить в коробках. И вот они у меня тут стоят, блин. Ну, обувь, конечно, мне очень нравится в Иконике, не знаю. Я прям кайфанула, конечно. Не знаю, как их так сложить, чтобы еще эти гантели со времен моей молодости. Я приготовила рис. А, ну я вам говорила, он у меня здесь тоже встал. Обычно я так только с гречкой делаю, когда ставлю кастрюлю, заворачиваю. Но иногда и с рисом так делаю. Вот. Так что... Хоп, вот и убрали. Так что такие дела. А, еще я вам не рассказывала. Журнал вышел с нами. 70 какая там, 9-я? Нет, 78-я. 76-я, 77-я страничка. У нас со Славой напечатали в журнале вейдинг, свадьбы. Так клево. Очень приятно. Тут все написано. С нами наши организаторы все это согласовали. Видите, тут фоточки, выбранные мной. Отфотошопленные. Так что все идеальненько. Все, как я и люблю. Не, на самом деле это очень здорово. Тоже такая память. Клево. Что-то тут написано. Так что вот, вот так вот выглядит журнал. Если будете в магазинах, если захотите посмотреть, там, почитать. Или просто взять, не знаю. Там много разных, кстати, красивых свадеб еще. Тут прямо написано, громкие свадьбы блогеров. Так прикольно. Интересно, у них каждый выпуск такой. Прям с блогерами подписывают. Прям очень много красивых. Классно, классно. Вот, мы, к сожалению, только две штучки нашли. Надо будет еще в магазинах походить, поискать. Так, что мне тут надо? Мне надо здесь помыть полы, потому что я везде уже давно пропылесосила, поскольку время уже вон сколько. Видите? Почти 12, надо ускориться. Итак, по поводу уборки. Вот с другой стороны, да, можно же сейчас лежать, в телефон играть, да что угодно делать. В сериал смотреть, вместо того, чтобы убираться. Это, конечно, понятно. Но кто у вас дома уберется, если не вы, например? Ко мне иногда приходят из клининговой компании. Причем самое интересное, я им сейчас тоже написала. Ну, не сейчас, а сегодня, когда думала так, надо убраться. Но я вчера еще думала, что хочу убраться, надоело. Хочу, чтобы было чисто. Я люблю вызывать клининговую компанию, потому что я экономлю время, которое я обычно трачу на уборку. Но при этом я не очень люблю все равно, когда чужие люди дома. Ну, как ни крути, это все равно чужие люди, даже если это самые приятные там женщины, да, приходят, девушки. Все равно, понятно же, как бы не расслабишься, скажем так. И, ну, суть даже не в этом. Суть в том, что, когда я убираюсь, я чувствую удовлетворение. Точнее, не потому, что я убираюсь, а потому, что было грязно, а я сделала чисто. И я чувствую удовлетворение из-за этого. Потому что я молодец. И это как-то воздушевляет, знаете. Ну, еще такая тема. Я же не могу каждый, там, не знаю... Я, конечно, не так часто убираюсь, делаю такую прям генеральную уборку. Но каждую неделю я же не могу вызывать клининговую компанию. Точнее, я могу. Но как-то мне это прям как женщину коробит. В смысле, я совсем ленивая. Хотя это удобно очень. Я не знаю, что мне сделать, чтобы стать активной вне дома. Я не могу проснуться уже не знаю сколько. Режим просто уничтожен. Во-первых, сериал. Во-вторых, я долго не могу уснуть. Думаю про всякую фигню. А как же жить? А что же будет дальше? Это, конечно, все мне надоело. Но и не думать я не могу. Кстати, вот этот цвет мы используем, когда снимаем реакции. На компу мы вот так вешаем. Он нам загораживает экран, конечно. Получается вот так вот. Хоп. И вот здесь посередине экран, типа. Но он прикольно светит. И удобно то, что прямо на лицо. А мы же смотрим на экран. Вот так он здесь сидит. Что-то делает. Очень мне нравятся наши вот эти клееночки. Заказывали. Я как-то где-то ссылку оставляла. Уж в каком-то влоге. Уже не помню, если честно, где заказывали. Но очень классно. У меня такая, у Славы такая. На кухне у нас тоже, кстати, вот такая. И еще на дачу мы заказывали. Так. Мой перфекционист внутри меня негодует. Вот так-то. Как-то лучше. Так что сейчас здесь помою полы. А еще у нас сюда стоит вивина лесенка. Она у нас как бы лишняя. Ну, не лишняя. Просто у нас их дома две, получается. Одна и вторая от кровати. Самая главная, где Вива больше всего тусит. Иногда она приходит к Славе, к папочке своему. Сидит тут и смотрит, что он делает. Ко мне приходит. Но она когда ко мне приходит. У нас раньше лестница стояла вот сюда. На этот диван. Но она на него особо не залезает. Очень редко. Поэтому мы отсюда убрали. И она обычно у меня вон там лежит. Чилит. Так называемая. Вот клееночка такая же на моем столе. Мне очень нравится, как это выглядит. Сразу стол такой прям дорогой. Мама-джан. Потому что так-то это стол из Икеи. И он-то неплохой. Самый обычный. Ну, типа хороший стол. Вообще мне нравится мой стол. Конечно, минимализмом и не пахнет. Очень много всяких деталек. Но с другой стороны очень мило, уютно. Кнопочки тут мои. Ноутбук. Шарики. Тут тоже всякие штучки. У меня фотографии. Чего только не найдешь. Там у меня всякая красотища тоже. Пустые пакеты. Но очень дороги моему сердцу. И кошельку. Поэтому пусть там стоят, любуются на меня. У Славы всегда самая чистая комната, если честно. Никакой движухи не происходит. Самая чистая комната у Славы и гостиная в наших кабинетах. И не потому, что мы там редко, а потому что... Ну, потому что тут никто не ходит. Но здесь не такая самая чистая комната, как у Славы. Потому что здесь мы вешаем еще белье. И постоянно туда-сюда ходишь. Белье там, ну, что-нибудь допылиться, скажем так. Ну, и тут больше мебели всякой, с которой пыль протирать надо. Вот это, например, поверхность. Ненавижу. Но надо протирать, чтобы красиво было. Вот так. Так и живем. Нет, мне нравится. Все нравится. Я чувствую себя уютно, комфортно дома. Это самое главное. Так, хочу вам показать, что я тут придумала у Славы. Точнее, что тут придумывать? Ничего сама не придумала. Просто вот эта вот лампа стояла у нас в большой комнате около дивана. Вон там, в углу. И никто ее не видел, никто ее не пользовался. Я подумала, какого фига она там стоит? Просто мы поставили вот эту лампочку ко мне сюда. Светильник. Поставили этот светильник ко мне, который у нас раньше стоял около кровати. Но поскольку у нас сейчас там классный новый неоновый такой, я подумала, блин, будет классно, если Славе сюда поставить вот такой. Прям под стол вообще. Так уютно стало. Классно. Что, что? Я здесь помыла полы. И пока мы с вами не виделись, я искупала Виву. Да, Вивочка? Да я хочу тебе показать, что ты все ближе и ближе подходишь. Искупала Вивочку. Посмотри. Посмотри на маму. Вива. Хватит ходить. Ой, какая деточка. Ой, какая миленькая. Да ты миленькая. А еще я ей отрезала волосики у глазиков. Ну, посмотри на маму. Так. Надо вот так держать. Вот, короче, волосики, которые ей в глаза ошмякали, я их отрезала. Она, правда, постоянно боится. Как будто бы мама хочет ей глаза выколоть. Но мама тебя когда-нибудь обижала? Когда-нибудь мама тебя обижала? Ой, я не знаю, как можно не ухаживать за собачками своими, за животными? На некоторых смотрю. Вообще грязные какие-то, непричесанные. Что такое? А почему нельзя? Давайте мы лучшим своим следить, миленьким. Он же тоже хочет быть вкусненьким. Вивочка к зеркалу подходит, смотрит на себя, думает, какая я девочка. Какая я, Вивочка-собачка. Да? Мой хороший. Миленькая моя. Слава играет в Диабло 2. Он смонтировал ролик. Беременна в 16. Так что ждите на его канале. Получается завтра, да? Субботу. Ждите на канале. Зай, ты бы мог, пожалуйста, рассказать историю про эту футболку? Она вот такая красивая. Да, это классная футболка. Но это не та футболка, которую ты испортила. А, выглядит так же. Есть футболки 4 на данном этапе нашего с Юлей совместного проживания, которые перекрашены в зелёный цвет, потому что она совсем по случайности... Подзабыла! По своей неосторожности, случайности, закинула в одну кучу моей белой футболки зелёный свитер. Там, кстати, помимо зелёного свитера ещё была твоя ярко-кислотная зелёная футболка. Там было много зелёного. Поэтому, может быть, это и не из-за свитера. Много зелёного и беззащитное моё белое. А всё равно в свою защиту могу сказать, знаешь что? А, давай. Вот зелёный свитер, который ты носил тогда на реакции, помнишь? Ну да. Вот ты говоришь, что это из-за него украсилось? Да. Возможно. Но, если бы ты так сильно не вспотел в этом свитере и не бросил его в стирку, он бы не попал тогда в ту яму. Можно искать ведьм до пятого колена, понимаешь? Это всё равно ничего не значит. Потому что включил эту машинку ты. Ну да. Каюсь, каюсь. Ну такое уже было, конечно. Да ладно? Фигня делов подболки. Слава богу, они были обычные. Футболки по 900 рублей. Я боялся, что там какая-нибудь Би Роудс моя любимая. Которую только типа в Лондоне. Только, да, в этом. В Лондоне как сувенир взяли. Короче, молодец всё равно. Вот вы видели, как она убралась? У меня за столом вообще кайф. Да? Я вообще получше любых уборщиц, которые приходят. Ай, ты мой хороший. Скажи, важно, чтобы жена хозяйственная была? Очень. Ну тебе так-то всё равно на это. Мне так-то всё равно, просто... Ну это ты так говоришь. А если бы твоя жена была свинья какая-нибудь неряшливая, ты бы... Нет, ну свинья, конечно, никому не понравится. Ну да. Ну вот. Ну просто мне нравится, что тебе нравится. Ну да. Ну ты пирожок. Ты мой пирожок. Ладно, не буду тебя отвлекать. У тебя важное занятие. Да. Нужно убить всех дьяволов. Прокачиваю своего друида 27 уровня. Так что вот. А я пойду прокачивать наш дом до чистоты. Всё ещё я не закончила. Сейчас у меня ужасно болит спина. Потому что пока я ещё виву помыла, посушила, это мне надо постоянно в три погибели согнуться. Кстати, я раковину не буду мыть. Это, конечно, получается, типа не супер я убралась, но я её недавно мыла. И на даче недавно мыла, сами видели. Но здесь тоже недавно мыла. Кстати, вот шампунь, которым я вивочку мою. Собачий. В собачьем магазине беру. Вот с этим вкусом. Хватает его на очень долго. Ну, опять же таки, у нас собачка-то небольшая, поэтому не помню, сколько стоит. Может, рублей 800 или больше. Или 700. Ну, типа не дешёвый, короче. Но мне для моей булочки ничего не жалко. Бабушка передала борщевую заправу. Это, типа, вот эти тиктоки приколы, где дети звонят маме и спрашивают, мам, где красную воду взять для борща? Тут прям всё. Бабушка мне сказала, что просто наливаешь воду, варишь картошку, и вот это вот туда всё, шмяк, и всё, борщ готов. Не, ну мясо ещё можно сделать, конечно, если хочешь. Ой, у нас тут красота вообще. Я вот люблю этот отсек. Так, закруточки вот эти все, борщичочки. Нравится мне. У меня осталось помыть полы на кухне. В принципе, всё. Я, если честно, я могу сегодня больше ничего не делать. Три стирки провела. Всё повесила. Разложила, чтобы было сухое. Самое главное, что я убралась в тех комнатах, потому что на кухне я тоже, кстати, недавно убиралась. И раковина тоже здесь мыла. Нужно просто кастрюлю убрать, потому что мы кушали. Вот. И я хотела ещё разобраться в холодильнике, потому что тут чёрт ногу сломит. Вообще непонятно, что здесь. Надо во всём этом разобраться. Мандарины. Я обожаю мандарины. Цветочек мой. Странный такой. То он умирает, то он оживает. Я его вообще не понимаю. Я уже устала думать, что с ним делать. Я его пшикаю. Ну, брызгаю. Он у меня стоит. Тут ещё система автополива. Я, между прочим, что-то 11 или 14 тысяч отдала за эту систему, блин. Не, нормально, типа, не тухнет. Но когда я его покупала, тут, конечно, цветочков было побольше. Но хочу сказать свою защиту. Мы на две недели как-то уехали в Турцию. Недавно, да? В сентябре в начале. И когда мы вернулись, все вот эти цветочки, которые были, их было штучки 4, они все завяли. Кстати, надо вот эти сухие отрезать. Вот эти попки. Ой, я, конечно, такая цветочница. Не могу. Вот, но он всё равно вырос. К моему удивлению, всё равно вырос. Молодец. Крути говоря, я тут выставила сториз о том, что хотите ли вы неделю влогов. Если честно, я хочу. Но не то, что мне страшно на это решиться. Мне хочется, чтобы я знала, что у меня активная неделя. Потому что, если я буду неделю влогов вам показывать, как я сижу дома, то все опять начнут думать, что у меня скучная жизнь. Поэтому мне лучше скрывать, что я сижу дома. Чтобы никто об этом не знал. Все думали, что у меня не такая уж и скучная жизнь. Но на самом деле, да. В общем, хочу начать неделю влогов. Но не знаю, когда её начать. Потому что пытаюсь разобраться с дачными делами. И я понимаю, что... Ну, хотя я смогу на даче монтировать. Вот опять же. Я смогу взять ноутбук и там смонтировать влог. Я думаю, что если я буду снимать неделю влогов... У меня просто такая, знаете, установка, что видео должно быть очень длинное, очень долгое. Ну, понятно, в идеале мне хочется всегда, чтобы видео получались долгие. Да и вы любите. Да и я люблю сама, когда долгое видео, а не 20 минут там или там 30 даже. Это мало. Ну, мне так кажется, мало. Хотя вот недавно у меня выходил влог такой. Ну, хотя бы 40 минут уже куда-нибудь шло. Я тут подумала, что в принципе... Даже если будет выходить какие-то дни в неделю влогов по 30 минут, ну, ничего страшного, да. Зато регулярно. В общем, надо подумать об этом. И просто у меня такой страх, знаете, а вдруг в один день у меня не получится или еще что-то. Ну, да, неделя влогов, да. Какие-то типа жесткие рамки, скажем так, снимать каждый день. Но, с другой стороны, никто же меня не наругает. Если я один день пропущу, правда, никто же меня не уволит с моей работы. Поэтому можно успокоиться. В общем, да, в ближайшее время хочу начать. Думаю, это будет клёвое. Кстати, я сдавала тест на антитела коронавирусные. У меня их 0, 0. Нету. Точнее, просто не подтвердилось. Ну, и ладно. Я на самом деле рада. Конечно, с одной стороны, было бы лучше, если бы были. Я бы такая ходила типа с антителами, мне пофиг. Но, с другой стороны, лучше, чтобы их не было. Это значит, что я не болела. Может быть, у меня прирожденный талант, иммунитет. Ну, надеюсь. Не знаю. Так что всех люблю, целую. Этот влог получился больше такой, знаете, просто мотивирующий убраться дома. Немного болтовни, немного локации. Хотя, что-то вам показала. Но, опять же-таки, всё в рамках дома. Надеюсь, вас это не смутило. Ну, туалетная бумага. Надо будет разложить. Надеюсь, что я вас смотивировала на уборку дома. Если так, то я очень рада. Вот. Ну, и, в принципе, на этом всё. С вами прощаюсь. Люблю, целую, обнимаю. И посоветуйте, пожалуйста, в комментариях, как бы сделать так, чтобы наладить свой режим и снова вставать рано. Я-то знаю, что надо сделать. Надо один раз не выспаться, встать рано. И потом просто ложиться пораньше. Ну, не могу. Я не могу встать. Каждый день я не могу встать. Когда звонит будильник, я думаю, что это какая-то фигня. Кто-то мне мешает. Вообще не вовремя это всё. И выключаю. Ладно. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok